Как раз вот такие ненависть пробуждающиеся, она даёт огромный ресурс для работы внутренней, она даёт огромную энергию, чтобы над ней подниматься, чтобы соединяться с товарищами. И тут такой вопрос, что когда это всё кончится? И я знаю, что буквально за день человек, что я просто успокоюсь и в какой-то комфорт упаду. Где же её, как её правильно, я не говорю о том, что её возбуждать между нами, но как-то этот ингредиент в духовной работе неотъемлемый. Как же его правильно пробуждать, самому его добывать? Тогда мы уже достигнем работы в трёх линиях. Левая, правая, средняя. И тогда мы увидим это не со стороны зла и не со стороны добра, а то, как мы ставим Творца между добром и злом, который Он затворил и удерживает, и как мы посередине, между тем и этим, направляем себя на Него. Мы научимся, как это делать. Но это главное. И снова, кроме этого, мы должны быть уверены, что этот Творец, Он ведёт нас потихонечку через все эти перипетии жизненные к себе. Не бояться, что это пройдёт, закончится. Я должен знать в этот момент только одно. Как младенец, который хватается за мать, ему ничего другого, кроме этого, не важно. Так и мы должны быть в группе, в мировом Дне Барухе, который сейчас обретает всё больше и больше форму, и с Творцом. Так быть. Это называется от любви к творениям, от любви к Творцу. Это то, что мы должны делать.